Я сейчас просто похож на зальтира. Всем привет и привет с вас на моем канале, я за микрофоном, как всегда, плагиат. И вот-вот было анонсировано обновление 17.2.1 для Хардстоуна. И прямо сейчас мы с вами оперативнее всех, посмотрим, что же изменили, оценим шансы новых карт, пробафанных, занерфленных в новой мете, и попытаемся сделать, скажем так, небольшой вывод касательно того, что же станет с Хардстоуном совсем скоро. Ставьте лайк за оперативную инфу, я постараюсь сделать этот ролик как можно более хорошо выглядящим. Понимаю, что это будет неполноценный монтаж, но я сделаю картинку максимальной приятной, чтобы вам было приятно и смотреть, и слушать. Что ж, ну а за микрофоном качество плагиат, и приготовьтесь смотреть самый оперативный обзор обновления 17.2.1, который выйдет 18 мая. А за микрофоном качество плагиат, и мы, что правильно, начинаем. Что ж, первая карта, которую мы с вами рассмотрим, это Алдор Служительница. Если вы не знаете, то это паладинская обычная карта 2 маны 2-3, которая отлично синергирует с манускриптами, а именно своим боевым кличем уменьшает их стоимость на 1. После обновления 18 мая данная карта вместо 2 маны 2-3 станет со статами 1 мана 1-3. С моей точки зрения, это, наверное, будет больше баф, а не нерв, потому что эффект они не меняют, они просто удешевляют карту, и, соответственно, немножко подгоняют подъем новый монокост статы. Если вы тщательно следите за метой, то вы наверняка заметили то, что манускрипт паладин нихрена не играет. Прямо сейчас доминирует Мурлок паладины, и более никакие другие архетипы. Насколько я понимаю, данный баф был сделан для того, чтобы ускорить игру манускрипт паладина и попробовать продвинуть этот архетип дальше. Но заиграет ли он после бафа всего лишь двух карт? Если что, недавно еще один манускрипт уменьшили в стоимости, но, как видите, ничего это не поменяло. Что ж, заиграет ли манускрипт паладин, по моему мнению, нет. Все еще будет доминировать Мурлок. Ну, а мы идем дальше. Следующий суперсправедливый баф затронул новое заклинание на шамана под названием «Поток». Вместо того, чтобы стоить 5 маны, теперь эта карта будет стоить 4 маны. Я считаю, что это просто замечательно. На самом деле, я уже немножко посмотрел, конечно же, подготавливаясь к этому ролику, какие бафы нас ждут дальше, я могу сказать, что шаман встает с колен. Хоть мне не кажется, что данный... Не, хоть мне не кажется, что шаманы заиграют в этой мете, или, по крайней мере, будут играбельны до следующего обновления, добавления новых карт и вообще нового дополнения, некоторые дисбалансные в плохую сторону карты, которые практически не могли увидеть игру в современной мете, наконец-то смогут чувствовать себя получше, и шаманы, как я уже и сказал, соответственно, привстанут с колен. То, что поток стоит не 5 маны, а 4, это просто замечательная фича. Прямо сейчас она не изменит игру шаманов настолько, насколько вы могли бы ожидать, но все равно этот баф просто замечательный и очень приятный. Следующий баф затронул еще одну карту на шамана, и это расколотый грохотун. Наверняка это та самая новая эпическая карта, которую вы сразу же распылили после получения. Если что, до 18 мая данная карта имеет статы 4-6 за 5 маны. Боевой клич, если на прошлом ходу вы применяли заклинание, наносит 2 единицы урона всем существам. Не самая играбельная карта, но с 18 мая у нее появится на 1 единица атаки выше. Может ли это что-то поменять? Нет. Приятно ли это? Да. Потому что бафы это всегда приятно, даже такие мизерные. Один из самых лучших обновлений 18 мая, это, наверное, баф скрытня из глубин. Той самой мусорной легендарки, с которой я просто очень долго орал, но потом у меня рука не поднялась его распылить. Все-таки я думал, что с ним что-то случится, и да, с ним что-то случится. 18 мая данная карта получит статы 6-5, а не 6-3. И у нас пропадет потенциально плохой 6 дроп, если вы вдруг играете на шаманной эволюции, и появится очень хороший темповый ход, если вы все еще пытаетесь делать шамана на боевых ключах. Теперь давайте к самому сочному, и это нерфы, которые, конечно же, затронили демона Хантера. Нас услышали, и слава богу. И сразу небольшое примечание. До 1 июня те самые карты, которые я буду перечислять, в количестве 8 штук, можно будет распылить за полную стоимость. Итак, самое вкусное, это жрица ярости, наконец-то, это сволочь, я не побоюсь этого слова. За 7 маны 6-7 станет 7 маны 6-5. И слава богу, мы теперь сможем ее ремовывать намного легче, убирать со стола, сметать ее. Если у вас нет хекса, не волнуйтесь, теперь ее можно будет снести куда быстрее и куда проще. Спасибо, ДХ, мы наигрались. Теперь, если ты играешь 4 маны 4-4, для того, чтобы на пятый ход сыграть 6-7, это будет 6-5. В принципе, я могу сказать, что я рад данному нерфу, посмотрим, насколько это будет играть. Конечно, агрессивную природу данной карты они никаким образом не порезали, всего лишь сделали статы немножечко похуже, что должно помочь всем игрокам, которые попадаются против ДХ, которые очень рано выставляют эту жрицу ярости. Посмотрим, что будет. Вы все еще будете получать 6 единиц урона в лицо, вы все еще можете получить эту штуку на пятый ход, просто распишись. Однако, уже начиная с 18 мая, вы сможете убрать эту жрицу ярости куда легче. Что ж, теперь давайте перейдем к гонцу кровавой печати. Если прямо сейчас этот доставучий лакей стоит 1 ма, но имеет статы 2-1, то после изменений 18 марта он будет иметь статы 1-1. Просто прекрасно, агрессивная натура ДХ постепенно нерфится. Возможно, мы еще дойдем до того момента, когда жрица ярости будет стоить 8, не знаю. В любом случае, я считаю, что нерфы карт ДХ в этом обновлении просто замечательные. Да, они могут не показаться вам такими фундаментальными, чтобы жрицу ярости практически перестали играть, чтобы гонец не делал ничего, но уже видно, что новая пятая команда старается изо всех сил. Поэтому пожелаем им удачи и понадеемся, что уже с 18 мая у нас не будет так сильно печь с демонхантеров. Также вполне себе ожидаемый нерф, на мой взгляд, получила охотничья уловка. Если вы вдруг не помните, то это новый спелл на ханта, который отлично синергирует со зверя хантом и возвращает в эту колоду добор. Если прямо сейчас вы за две маны можете не только взять зверя, но и дать ему плюс 3, плюс 3, после обновления 18 мая вы будете давать ему всего лишь плюс 2, плюс 2, что просто прекрасно, потому что я видел очень много рассерженных игроков. После того, как вам ставят секрет гивера со статами 5-6, после того, как вам ставят просто какого-то невероятно мощного зиксора, и вы нажимаете просто Escape, Conceit. После обновления 18 мая хант потеряет немного агрессивность, и я думаю, что это просто замечательно. Также, к сожалению, нерфы затронули и некоторые карты разбойницы, что, конечно же, тоже справедливо, но мне, как человеку, который в этом сезоне взял легенду именно на разбойницы, немножко грустно. И начнем мы, конечно же, наверное, с самого ожидаемого нерфа, и нет, это не выход Эдвина Ванклифа в зал славы. Это темный ювелир Ханар. Теперь эта легендарка будет иметь статы 1-4. Вполне себе справедливо, потому что если сейчас ты выставляешь на вторую ману статы 1-5, то твой противник практически не может убрать ту штуку, а если на следующий ход у тебя будут секреты, то ты имеешь шанс автоматически выиграть игру, если тебе подкрутят нормальные секреты. Немного печально, но вполне себе справедливо. Также нерфы затронули и бандитку с дубинкой. Теперь эта направленная морозная ловушка увеличивает стоимость возвращенного в руку существа на 1 ману, а не на 2. Не знаю, насколько вы ожидали нерф именно этой карты, но он вполне себе оправдан. Таким образом, мы можем заметить, что после нерфа Ханара и бандитки с дубинкой, разбойницы потеряют некоторые крайне сильные ходы, которых действительно быть не должно. Да, я расстроен, да, я уверен, что многие игроки голокронт-разбойницы также прямо сейчас немножечко пустили слезу, но я не могу не согласиться. Стоит лишь порадоваться, что данные карты, как по мне, не умерли, и они все еще продолжат играть в разбойнице. Однако сейчас на контрасте нерфов Демон Хантера, который постепенно теряет свою агрессивную натуру, данные нерфы для разбойницы, я думаю, также были необходимы, потому что иначе она бы снова стала доминировать ладер. Немножко неожиданный для меня нерф затронул Пленного Хламобеса, новую редкую карту на Чернокнижника, которая после двух ходов спячки давала всем вашим существам в руке плюс два, плюс два. Если вы вдруг заметили, то прямо сейчас Зу Чернокнижник начал набирать обороты и вместе с этим бафать свою руку просто до каких-то неимоверных статов. Начиная с обновления 18 мая ваши существа будут получать плюс два, плюс один, что, конечно же, облегчает зачистку стола Зу Чернокнижника. Честно вам скажу, в последнее время я не играл ни на Зу Чернокнижнике, ни на Голокронт, всего лишь встречал их немножечко побольше. Но я так понимаю, некоторые нерфы здесь произошли исключительно от того, что занерфили Димон Хантера. Потому что после того, как Димон Хантер потеряет темп, темп автоматически наберут другие колоды, такие как Разбойница и Чернокнижник. Новая пятая команда в очередной раз, на мой взгляд, не ударила в грязь лицом, и данные смежно нерфы тому доказательства. Моя теория по поводу того, что чем больше нерфится ДХ, тем больше нерфятся и остальные агрессивные колоды, применимо и к двум последним нерфам. И затронуты они абсолютно все темпы колоды воина. Будь то Бомба-воин, будь то Пират-воин, будь то Воин на Иступлении, или даже квест Темпа-воин от Киблера. Первая занерфленная карта — это Громила Туртога. Если раньше она имела статы 7 маны 6-8, то после нерфа она будет иметь статы 7 маны 5-8. И в эту же корзинку мы с вами элегантненько бросаем Кровавую Наемницу. Причем с нерфом Кровавной Немницы, я согласен, примерно вдвое больше, чем с Громилой Туртога. После нерфа Кровавная Немница будет иметь статы 3 маны 2-2. В результате нерфов этих классовых карт Воина, как вы уже наверняка поняли, Темпа-вар потеряет свой темп. Но, как и в случае с Чернокнижником и Разбойницей, темп потеряется не в больших количествах. Однако, на мой взгляд, этого будет достаточно, чтобы один из Тир-1 классов прямо сейчас не занял Тир-С вместо Демон Хантера. Что ж, на этом мое супербыстрое ревью обновления 17.2.1 подходит к концу. Если ролик вам понравился и оказался информативным, то я буду крайне благодарен вам за лайк и подписку на канал, если вы еще не подписаны. А за микрофоном был самый-самый оперативный плагиат с самым оперативным обзором на всем белом свете. Что ж, еще раз огромное спасибо за просмотр, надеюсь, формат вам понравился, если да, то ставьте лайк, и я постараюсь обозревать все обновления как можно быстрее. Что ж, еще раз огромное спасибо за просмотр, а за микрофоном был качественный плагиат. Увидимся на стриме в 18 часов по МСК и в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok